Дополнительные потребности особенных детей В семье Надежды Самойловой детей четверо Лесе, родившейся третьей, врачи поставили трудный диагноз – церебральный паралич Столкнувшись на собственном опыте с тем, как непросто найти детский сад для особенной дочери Молодая мама не побоялась открыть его сама Было трудно начинать, но я была на таком подъеме Такой энтузиазм внутри меня находился, что на самом деле все получилось А реально были фактические трудности Это найти помещение, найти средства на ремонт, раскрутиться, чтобы о нас узнали Потому что у родителей в головах еще не было понимания, что садик для детей с особенностями в развитии может быть не государственный, а частный То есть, чтобы искать, нужно знать, что ты ищешь Такого не знали И сложно было найти педагогов, и их до сих пор сложно искать Кто готов работать с такими детьми, кто готов изобретать что-то новое Поэтому сложности, которые были, в общем, они есть Но другое дело, что мы научились с ними справляться Центр Надежды Самойловой дает родителям возможность работать и жить полноценной жизнью, а детям развиваться и общаться За пять лет здесь прошли реабилитацию 408 ребят Опытные педагоги работают с нарушениями слуха, зрения и речи, расстройствами аутистического спектра и другими особенностями Стоимость занятий зависит от того, сколько времени малыш находится в центре – от нескольких часов до пяти дней в неделю На первичной консультации специалисты знакомятся с ребенком и оценивают его интеллектуальное и физическое развитие, а также способность к коммуникации При поступлении составляется индивидуальный образовательный маршрут, позволяющий детям развивать все возможные навыки Мы всегда смотрим, какие есть у ребенка сильные стороны, на что можно опереться Потому что у любого ребенка, который даже очень сильно ограничен физических возможностей, умственных Есть всегда свои сильные стороны, на которые можно опираться в работе Поэтому на это мы тоже обращаем внимание С каждым малышом в центре развития реабилитации занимаются логопед, психолог, массажист и другие специалисты Главные критерии при подборе сотрудников центра – это высокая квалификация и умение находить с детьми контакт За пять лет здесь сложилась теплая семейная атмосфера, которую стараются поддерживать, чтобы ребята приходили на занятия с удовольствием Специалисты уделяют равное внимание всем детям, а избежать профессионального выгорания помогают сплоченный коллектив и успехи воспитанников Очень важна гибкость мышления, потому что постоянно приходится что-то изобретать Мы работаем с детьми нестандартными Даже особые дети, они есть стандартные, скажем так, и нестандартные Вот у нас те дети, к которым пока не нашли подход, к которым не применяются, не действуют на которых стандартные методики И нужно изобретать постоянно У одного это так, у другого это эдак И вот если специалист готов искать, готов придумывать, пробовать новое, не боится, то он нам подходит Коррекционный детский сад дает возможность добиться огромного прогресса в развитии ребят с самыми тяжелыми нарушениями Пройдя курсы реабилитации, многие из них пойдут в обычную школу Инклюзивные школы и детские сады, в которых особые дети развиваются вместе со всеми Это признание ценности, различий малышей и их способности к обучению, которое ведется наиболее подходящим для каждого способом Гибкая система позволяет учитывать потребности всех, а общение со сверстниками помогает детям увидеть особенности в своем поведении и скорректировать их Почему к нам часто дети приходят? Они были дома с мамой и они не умеют взаимодействовать с другими детьми И им на самом деле страшно, что же там будет, что от них ожидать А здесь они попадают в такую среду, где всем изначально немножко боязно и никто никакой агрессии не испытывает То есть такая принимающая среда, где ты можешь перестать бояться, начать быть собой, начать взаимодействовать Дальше уже выйти в открытый мир И микро этим миром является наш садик, потому что здесь представлены дети совершенно разные, люди совершенно разные Коммуникативные навыки это такие же навыки, как абсолютно другие, которые у особых детей нужно развивать Но, к сожалению, очень часто родители, специалисты на это обращают гораздо меньше внимания, чем на развитие мышления, например И вот изначально особый ребенок, он оказывается в роли объекта, объекта реабилитации, объекта обучения Он все время только отвечает на вопросы, дает правильные ответы, но его никто не учит, как ему самому проявлять себя, как ему самому обратиться к кому-то, как ему самому общаться с людьми Порою из-за того, что родители не могут позволить себе оплату реабилитации или по другим причинам, дети находятся только на домашнем обучении и замкнуты в четырех стенах При столкновении с внешним миром, так называемые поведенческие проблемы ребят могут доставлять окружающим неудобства и даже вызывать раздражение Если мама, гуляя с особым ребенком, столкнулась с такой проблемой, что мама обычного ребенка выдернула свое чадо из песочницы со словами Что ты не общайся с ним, вдруг ты заразишься Понимаете, это тот негативный опыт, который дает основу к тому, чтобы ребенку не хотелось общаться Как с этим миром, так и с взрослыми, так и с детьми и так далее Безусловно, особые дети, они очень искренни И если... они считывают нас на бессознательном уровне И если мы хотим с ними общаться, если мы открыты для общения, то этот страх пройдет очень быстро Отношение к особым детям в нашей стране в последние годы меняется, но условий для комфортной среды все еще не хватает Проблемой становится не только поиск детского сада, но и нужных лекарств и тренажеров Однако все больше родителей отказываются от предложений отдать ребенка в интернат Принимают и любят своих детей С какими бы тяжелыми нарушениями им не приходилось бороться А помогают им в этом специалисты реабилитационных центров Социализация таких детей очень важна, потому что, как правило, они закрыты в четырех стенах И здесь она уходит на контакт со сверстниками И, как сказала моя подруга, наконец-то появляется настоящее детство Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова